всем привет дорогие друзья добро пожаловать наш канал с вами виктор и тёма и сегодня мы приготовим классную шаурму шаурму или дёнар как назвать от германии будет очень вкусно смотрите сегодня я хочу немножко полирнуть имидж шаурмы шаурма принято так все это такое фастфуд а фастфуд у нас практически это ругательное слово да но изначально это блюдо не было никогда фастфудом фастфудом его сделали именно в европе а изначально в турции в греции это такой кебаб который подается как шашлык вот в россии подается с салатом с луком с лепешкой принципе такое блюдо из германии во многих ресторанчиках турецких и греческих можно на сегодняшний день заказать это блюдо на тарелке с достойной подачи и тогда она уже перестает быть в этом имидже фастфуд нам выходит уже то на такой другой уровень рестораны или который не стыдно подать гостям сегодня я продемонстрирую вам два варианта и традиционный как все привыкли в лаваше и на тарелочке сервируем это что поехали поехали и начнем из маринования мясо мясо я взял куриные бедра без костей вот такое вот филе куриных бедер отлично подойдет для этого блюда что у нас из приправ здесь у меня сладкая паприка черный перец чеснок зира он же кумин кто любит никто не любит не добавляйте хлопья чили и соль все это в посуду туда же немножко оливкового масла и одну ложечку греческого йогурта натурального ну или какой там у вас есть натуральный йогурт все это хорошенько перемешиваем наш маринад готов теперь маринуем нем курочку хорошенько перемешиваем это мясо можно приготовить также на гриле у нас нету возможности сейчас приготовить на открытом огне поэтому мы будем его готовить в духовке ну тоже достойно получается мясо вот так перемешали и желательно на пару часиков хотя бы в холодильнике дать ему промариноваться и далее нам нужен к нашему кебабу какой-нибудь соус отлично подходит мы любим делать греческие цацики сейчас я вам продемонстрирую тоже очень быстрый простой соус здесь у меня греческий йогурт берем пару зубочков чеснока выдавливаем туда давай тема и дальше берем один огурчик вот такого на половинки хватит на вот так на тема друзей нужно его почистить и натираем его на средней терке вот так вот натерли и нам немножко нужно сок отжать этот лишний сок нам здесь не нужен только огурец приправим солью немного черного перчика также возьмем еще лимон немножко лимонного сока хорошего оливкового масла теперь остается все перемешать и классический греческий соус цацики готов отлично подойдет кебабу нашему также можете его и к шашлыкам очень вкусный достойный соус раз постоит настоится можно убрать его тоже в холодильник да чуть не забыл немножко еще укроп чека в этот соус совсем не повредит меленько нарезаем укроп добавляем наш соус друзья наш соус готов вот так вот он выглядит готовом виде тем временем друзья мясо наше промариновалось еще один пункт если вы вытащите его с холодильника после мариновки дайте ему хотя бы полчаса постоять комнатной температуре чтобы она не была слишком холодная и теперь выкладываем для запекания в духовке и духовка у нас разогрета друзья на 180 градусов отправляем где-то примерно минут на 30 чтобы хорошая корочка пропеклась и все было еще сочника поехали ставлю немного повыше среднего и тем временем друзья нам нужно приготовить свежий салат с огурцов из помидоров и тема нам в этом поможет тема давай вот петрушка отрывая листочки мы его резать не будем ты сейчас нам хорошо на отрываешь будет классно салат я открывать вот тогда на а я беру огурчик помидорчик такой хороший и синий лук так нарезаем огурец просто вот так вот напополам отправляем в чашку берем наш замечательный помидорчик так вот еще один раз делаю и половинку синего лука добавлю сладкого и остается приправить наш салат приправляем только солью немного черного перца масло ничего не нужно так как мы будем его кушать соусом и помина петрушка давайте смотри какую работу ты сделал оба отлично остается только все перемешать и салат готов пахнет и теперь друзья нам только остается нарезать лучок лук берем салатный сладкий лук но если у вас такого нету что тогда нужно его слегка под мариновать какой-нибудь возьмите хороший яблочный уксус немножко соли и сахара у нас этот лук он так уже вкусный и так друзья прошло у нас 30 минут вот такая вкусняшка у нас получилось очень ароматная курочка немножко оставим ее в сторонке минут на пять пускай остынет отдохнет соки си разойдутся тем не тем временем нагреваем какую-нибудь сковороду если у вас есть такая грильная сковорода отлично если нет не беда лету сейчас мы здесь под румяним немножко наш лаваш для классической шаурмы или как говорят в питере шавермы мясо друзья наша отдохнула можно теперь его нарезать вот так вот нарезаем на такие тоненькие кусочки смотрите какой она сочная отличная будет шаурма кожица хрустящая тем временем сковорода у нас нагрелась и поджариваем слегка наш лаваш с одной стороны подпёкся переворачиваем на другую буквально по минутке каждой стороны осталось только завернуть нашу шаурму классного места мой тема это будет бомба смотри как классно теперь салатик наш замечательный соус цацки и лучок вот так вот заворачиваем берем еще фольгу и вот так вот фольгу заматываем и хотим подворачиваем края заворачиваем теперь разрезаем пополам и смотрим какая красота у нас получилось вот такая вот друзья вкусняшка что тема снимешь пробу давай темочка зацени что у нас получилось держи вот тут вот кусай вкусно класс смотрите вот такая вот тема сейчас папа тоже отведает сперва должен повар отведать можно ли это вообще кушать или нет ребята это бомба я сегодня сам себя предошел вкусно дерево но это еще не все я как обещал друзья сейчас сервирую тарелочку так как это заказывается в ресторанах теперь берем тарелку соус мяско далее рядом с мясом обязательно салатик также это подается с оливками и пироньки обязательно пару кусочков овечьего сыра лучок и сверху посыпем немножко хлопьями чили ну и вот дорогие друзья вот такая вот красота у нас получилось вот такой вот денер кебаб шаурма она же гирос гирос как греки говорят осталось только снять пробу соусом салатиком на тарелке мне это нравится еще больше но обалденно все чем ты будешь я перчиком давай вот это тебе без перчика на кушать мясо просто бомбическое получилось еще свежую лепешечку к нему салатик холоденький любимый какой нибудь напиток пенний не будет вообще бомбасишь ну и на этой вкусной ноте дорогие друзья мы будем с вами прощаться всем большое большое спасибо за то что смотрите наши ролики пишите комментарии мы очень рады очень это ценим спасибо вам еще раз и до новых встреч всем пока 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 пока